В России небывалая жара привела к тому, что страна потеряла почти треть урожая пшеницы. С 15 августа в Российской Федерации вступил в силу запрет на экспорт зерновых, который продлится до конца этого года. Жители столицы считают, что засуха и запрет на экспорт могут привести к росту цен на зерно, поскольку его продавцы будут пытаться компенсировать свои финансовые потери. По мнению москвичей, правительство должно помочь решить эти проблемы. «Государство должно быть и правительство готово к каким-то всяким неурожаевым, засухам, коллизиям природным. Должно быть готово. И закрома должны быть полны». «Подорожает хлеб, ну, ненамного. Ну, а что тут думать? Ну, ничего хорошего». «Абсолютно так же. Ну, мы будем так же кушать. Я думаю, что на этом пострадают в основном пожилые люди, которые живут на пенсию». Первый вице-премьер Виктор Зубков сообщил, что в октябре правительство будет решать, продлевать ли запрет на экспорт в 2011 году. Напомним, что Россия является четвёртым в мире экспортером зерна после ЕС, США и Канады. В прошлом сельскохозяйственном году в другие страны было отправлено более 20 миллионов тонн российской пшеницы. По последним прогнозам Министерства сельского хозяйства, в этом году урожай зерна в России составит от 60 до 65 миллионов тонн. Эксперты считают, что этого хватит лишь на покрытие внутренних нужд.